Украина фактически защищает страны Европы от их главной исторической и стратегической угрозы – России. О том, что в случае успешной военной операции Украиной Путин бы не ограничился, говорят эксперты. Тем не менее, в странах НАТО нет однозначной поддержки идеи вступления Киева в Альянс. В первую очередь, по мнению западных аналитиков, это связано с опасениями ряда стран реакции Москвы. В 2008 году Украина отвечала не всем критериям вступления в НАТО. Сегодня же можно делать разные выводы, особенно в отношении вопроса европейской безопасности и стабильности, даже несмотря на то, что не все опасения всех стран-членов НАТО были устранены. Возможно, это объясняет, почему Альянс по-прежнему весьма нерешительно реагирует на заявку Украины на членство. Вольфганг Ишингер, президент фонда Мюнхенской конференции по безопасности, в авторской колонке для Politico. В украинском Минобороны считают, что Альянс будет заинтересован во вступлении Киева только после победы над Россией. Поддержка Запада для эффективного сопротивления российским оккупантам продолжится. А в отношении Ирана Запад может действовать более жестко, считают аналитики. В первую очередь, из-за противостояния внутри страны. Протесты там не утихают уже полгода. И, по словам экспертов, люди не поддерживают власть, в том числе и ее внешнюю политику. Постачание сброи. Передача оружия для войны против Украины и сейчас очень непопулярна в Иране. Иранское общество осуждает поставки даже шахедов и не хочет слышать о поставках ракет. Более того, часть политикума, пусть не тех, которые у власти, а остающихся в обойме политиков, выступают против. Даже достаточно консервативный. Бывший президент Ахмад Динежад в своем твиттере пишет, что он против этих поставок и требует справедливого мира для Украины, которая страдает от российской агрессии. Западные демократии крайне заинтересованы в успехе иранской революции. Ведь свержение режима Айатол убирает сразу ряд проблем. Глобальную ядерную угрозу, главную причину нестабильности в регионе и союзника путинской России. По мнению аналитиков, нет никаких предпосылок к тому, что в случае победы протестующих новая власть в Иране продолжит агрессивную внешнюю политику. Я не представляю, чтобы пришел человек и после свержения, после демонтажа Исламской республики Иран, которая бы продолжила экспансионистскую политику Ирана. И это существенно повлияет на региональный расклад. Сразу уменьшатся возможности и самое главное – желание вмешиваться в Ирак, Сирию, Ливан, Йемен, угрожать Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии и даже Израилю. Протесты в Иране начались 16 сентября из-за смерти 22-летней девушки, задержанной полицией морали за якобы неправильное ношение хиджаба. На сегодняшний день режим Айатол публично казнил четырех протестующих. Также вынесены еще как минимум 26 смертных приговоров, сообщает Amnesty International.